солнце эти космонавта не губернатор саратовской области у тебя какие отговорки мне не было на день химик он просто подошел ко мне смотря в глаза сказал я тебя сейчас убью сегодня в нашей открытой студии новый гость это скульптор ведущий корреспондент журналист музыкант и просто интересный человек олег баженов здравствуйте олег добрый день добрый вечер как давно ты понял что творчество это твоя на самом деле я такую летопись не вел и сказать сказать не могу что это произошло например 6 или там семилетнем возрасте но знаю точно что еще будучи подростком я сам учился рисовать и тем самым просто занимал все свое свободное время и вот как-то с той поры пошло пытался перерисовать например портрет понравившейся девушки потому что на тот момент я начинал взрослеть девушки мне нравились все больше ну как бы параллельно я еще учился музыкальной школе учился очень хорошего педагога в школе искусств номер два имени Ивана Яковлевича Паницкого Василий Евгений Михайлович я ему очень благодарен за то что он во многом удержал меня вот в музыкальной школе потому что я несколько раз порывался уйти опять же уйти там куда-то во двор к друзьям когда вы поняли что именно вы этим творчеством хотите заниматься я еще раз повторюсь это мне не нужно было этого понимать это как-то все время было частью моей жизни и поэтому мне как бы не составило труда определиться хотя бы вот со своими хобби мне интересно понимать как как люди делают то или иное то есть вот например там увлечение скульптурой у меня возникло именно потому что я хотел разобраться вот каким образом из ничего рождается что-то и в результате я просто однажды попробовал и пошло 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 и я без этого сейчас вот себя уже например не представляю то же самое с музыкой было хотя с музыкой проще там просто были попытки вот творить писать и они вот каким-то образом получались надеюсь это кому-то нравилось многие блоковцы знают тебя и твой голос тебе известно творческие муки как или же слова да конечно творческие муки это про меня однозначно я не могу про себя сказать что я пишу как дышу как это говорят про многих наших классиков там поэтов писателей вот мне очень часто приходится карпеть над песнями над стихами над музыкой у меня сначала музыка рождается а потом мне нужно на музыку наложить слова то есть в этом сложность но слова на музыку класть сложно потому что нужно выдержать ритм музыкальный подобрать вот именно под идею до определенную но бывает так что на песню уходит пара недель а бывает так что я песни хожу и прям болею несколько месяцев подряд я недавно на ю тубе увидел то что вы поставили в балковским мюзикл я если честно в шоке был вообще то что когда первый раз это увидел то что в нашем городе мюзикл поставили я вас любил безмолвно безнадежно то робостью то нежностью томим я вас любил так искренна так нежно как дай вам бог любимой быть другим и дай вам бог и дай вам бог любимой быть другим И дай вам Бог, любимый быть другим. Ну, как бы уже больше 10 лет назад получается. Тогда с моим товарищем, знакомым, хорошим, тоже известным достаточно человеком в городе Балакова, Денисом Коныгиным, решили объединить наши усилия. Он тогда занимался художественным чтением, а у меня, соответственно, был определенный музыкальный багаж, то есть авторских песен. И однажды мы просто с ним собрались и приняли решение объединить вот эти вот наши два устремления, два увлечения. И получилась такая поэтическая музыкальная программа, которая называлась «Давайте жить мечтой». А потом, спустя еще 6 лет, в 2012 году, у меня тоже какой-то порыв вот такой случился внутренний. И я подумал, что песни, которые я вот написал, они, ну, не на слуху сейчас. И я их никому не презентую, фактически пишу в стол. Это было не очень правильно. И однажды, там, после общения с супругой, было принято решение сделать сольный концерт. Вот 6, полгода мы работали над ним, тоже делали хореографические постановки, сопровождение, видеосопровождение сзади. И вот частью как раз моей сольной авторской программы стал вот и тот номер, о котором вы говорите. А как вы готовитесь к концертам? Есть у вас свои секреты? Ну, а сейчас у меня сольных концертов нет. Вот был один опыт, напомню, еще раз скажу, в 2012 году. Сейчас я работаю в основном на концертах в составе тоже Блаковского коллектива, который называется «Лимузин». У нас 5-6 человек, мы играем известные композиции, в том числе и сами пытаемся писать песни, но с этим немного сложнее. Вот. И готовлюсь к концертам, ну как, репетируем. Мы в основном только собираемся, репетируем материал, который хотим показать, интерпретируем его, переделаем. Это такой жанр музыкальный, который называется кавер-бенды, кавер-группы. К этому можно по-разному относиться, и вот у меня на самом деле тоже внутреннее такое противоречие было всегда. Потому что я прекрасно знаю, что у нас есть собственный потенциал, мы можем делать материал самостоятельно. Но в той или иной степени коллектив существует, меня это радует, и мы вот, правда, давно не делали концертов в городе уже, на сцену не выходили. Так в основном по каким-то кулуарным закрытым вечеринкам работаем. Олег, я вас видел, что у вас есть кавер на «Тает лед». Это, если честно, очень понравилось, и мне всем зрителям, кто вас знает, очень взорвало как-то это. Готов убежать за тобой на кроссвет, чтобы еще раз по-новому все повторить. Готов убежать за тобой на «Тает лед». И сегодня мы только в район, но что в нас нет поедет. И сегодня мы только в район, но что в нас нет поедет. И сегодня мы только в район, но что в район, но что в районе, и сегодня мы только в район. Просто пришли, собрались как-то с ребятами на репетиции, и я предложил, говорю, давайте вот попробуем эту волшебную группу «Грибы» сделать. Парни начали чесать голову, потому что они привыкли к совсем другой музыке, и я, в общем-то, тоже не любитель подобного рода композиций. Музыку добавила вот как раз вот этот риф из песни Айова «Бьет бит». У нас гитарист наш Андрей Дементьев очень любит его частенько вставлять во все песни, которые в качестве хохмы какой-то, шутехи, во время репетиции и подготовки материала, разбора его. Ну, просто вот возьмет, вставит его, тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. А тут как бы само собой напросилось, и давайте, говорю, попробуем. Я даже не помню, от кого пришла эта мысль, это, в общем-то, неважно. Просто приняли решение сделать именно так. Олег, 90-е, Макдо, Майданов. Бандяки. Что вы можете об этом рассказать? Ветер свободно, как свет бесконечно. Пылаты однажды. Пылаты однажды. Вдруг вдруг опустела, душа улетела. Куда мне не важно. Куда мне не важно. Слова замолчали, а губы устали. И тихо вдруг стало. А в небо сырое, от слез и печали. Солнце упало. Про бандюков на самом деле могу рассказать немного. Начну с конца. Потому что все-таки в конце 90-х вот это вот направление, или такой элемент нашей жизни, жизни нашей страны, как-то пошел на спад потихоньку. Но могу рассказать несколько историй, связанных именно с этой категорией людей. Когда однажды на одном из мероприятий, ночных, новогодних, если честно, такое настроение было хорошее. И ко мне однажды подошел человек. Я все время думал, что он такой сдержанный, приличный. А он просто подошел ко мне, смотря в глаза, сказал, «Я тебя сейчас убью». Ну вот, это один из таких элементов. Но могу сказать, что это происходило нечасто. И я даже не мог определить, кто вот есть, например, представитель криминального сообщества, а кто обычный житель. Потому что так или иначе, в моем окружении были, в общем и целом, приличные люди. Вот в 90-е как раз и началось мое массовое общественное увлечение музыкой, когда я решил свои песни впервые вынести на всеобщее обозрение. Все началось с конкурса, который назывался «5+.» Он выходил в эфире ТВ-экспресс, телекомпании. И такой конкурс был достаточно серьезный, музыкальный. Каждому участнику снимали видеоклип. И вот я однажды с подачи моего отца, который мне вечером просто сказал, почему тебе не попробовать? Вот что ты там стоишь, увозишься в своей комнате под магнитофон, давай вот попробуем. И я пошел, попробовал и в том конкурсе выиграл. И вот с той поры как бы начался вот этот клубок потихоньку наматываться. Потом однажды я попал в районный дом культуры. Было такое у нас учреждение. И там познакомился со своим будущим напарником. Его тоже звали и зовут, слава богу, Олег, фамилия Ершов. Он меня туда завлек такой репликой, типа мы тут собираемся создавать мальчуковую группу по типу Bad Street Boys, которые тогда тоже были очень популярны. И меня это, конечно, подкупило. Я вот с большой надеждой туда ходил. Никакой группы мальчуковой в итоге не получилось. Получился дуэт, который поначалу был без названия и существовал. Но потом на одном из мероприятий ко мне тот же самый Олег за кулисами уже нам выходить на сцену. Он подходит ко мне за кулисами и говорит, мы будем называться Макдональдс. Я говорю, ты почему такое дурацкое название придумал? Я все уже сказал, она сейчас будет объявлять группу Макдональдс. Говорю, ну ты извини меня не совсем в здравом уме сейчас, потому что мне, например, это не очень нравится. Но мы вышли, ладно, бог с ним. Макдональдс, так как-то к нам привязалось. Несколько выступлений мы были именно группой Макдональдс. Но потом однажды моя хорошая знакомая, коллега Наталья Богомолова, мы на тот момент уже с Олегом оба работали на ТВ-экспресс. Он на радиостанции Экспресс, я на телевидении. И однажды вот Наталья меня вызвала к себе и говорит, вы Макдональдс больше называться не будете, потому что все-таки торговая марка, это не совсем правильно. Да, нужно обрубить. И вы будете Макдо, например. Я сказал, хорошо, пусть будет так. Я не могу сказать, что мы с ним были прям друзьями, но мы были элементами нашей общей городской, областной музыкальной среды. То есть среды, в которой варилось очень много людей, известная всем в городе и даже за пределами города группа HB. Это его детище было. Мы с ребятами поддерживаем отношения до сих пор. То есть вот у нас как-то та атмосфера музыкальная, такая энергия, которая тогда жила в городе Балакова, она нас всех объединила и объединяет до сих пор. То есть Денис, когда приезжал несколько лет назад, выступал на площади, он нас всех помнит прекрасно. То есть это приятно на самом деле, что какая-то такая корневая связь не утрачена. День химик. Градиозное событие для нашего города. Почему группа лимузин на нем не присутствовала? Я могу ответить просто. Просто не позвали. Хотя очень, да, хотели, на самом деле очень хотели, но может быть просто организаторы решили дать возможность балаковцам немного отдохнуть от нас. Почему вы сами не проявили инициативу? Ну, как сказать, мы проявляем инициативу, но здесь дело людей, вот именно организаторов. То есть коллективы, которые к нам приехали, Баян Микс, вот, например, лично у меня вызывал такие, ну, сомнения, не сомнения, но я прежде всего думал, как к этому отнесутся именно балаковцы, да, которые придут на площадь. Но, на самом деле, меня этот дуэт просто поразил. Мне было очень приятно их слышать и музыку слушать, и они, на самом деле, большие артисты и большие молодцы. Ну, про группу Ронда говорить не буду ничего, потому что это такая классика отечественного рока. И большинство, наверное, людей, которые были в тот вечер на площади, были благодарны ФосАгро именно за то, что привезли вот именно эту группу, да, группу Ронда, которых просто так к нам сюда не затащишь. Это, во-первых, дорогие артисты, а во-вторых, видимо, у них очень плотный концертный график. Да, мне, например, хотелось бы выступить на большой сцене перед жителями города, но я с пониманием, на самом деле, к этому отношусь. И очень рад, что у моих земляков появилась возможность вот так вот, ну, как бы немного культурно массово просветиться. Олег, давайте мы поговорим о ваших скульптурах. Почему лошади? В мире так много красивых животных. Брундуки, ежики, лисицы, я не знаю, там, жирафы. Почему именно лошади? Да, птицы еще летающие. Да, очень много красивых животных, на самом деле. Но где-то я однажды услышал такую фразу, что якобы сам бог, создавая животных, сказал, что лошадь – это лучшее его творение. Поужинал, сел на диван и думаю, а почему мне не слепить голову лошади? Сначала делаешь, изготавливаешь мастер-модель, а потом ты, если хочешь, чтобы у тебя вот этих фигурок было больше, а точнее не ты хочешь, а хотят люди, которые это видят, то ты отправляешь это все дело в тираж. Отправляешь далеко, потому что в нашей стране нет мастеров, которые это все могут делать. И на самом деле вот это вот увлечение, Маша за кадром спрашивала меня, что это для вас значит. На самом деле для меня это значит то, что мир за пределами города, Саратовской области и России существует, и он реален. И когда я его начал продавать, и продавать начал в Германию, в Австралию у меня один рельеф уехал. И мне пишут письма люди из Австралии, и я заказ, да. Они видят, что вот продается такой рельеф, в интернете где-то увидели, там на фейсбуке у меня может быть. И они задают мне, я понимаю, что это люди очень издалека. И когда мы с ними начинаем переписываться, когда они мне присылают за это деньги там на карточку на мою, и когда она потом, спустя там две недели на своей страничке в итоге выкладывает приехавший к ней рельеф моей работы, для меня это стало таким шоком, очень приятным шоком, потому что я понял, что мир очень большой, и что границы на самом деле можно раздвигать. Это же как часть жизни, наверное. Это на самом деле, да. Так, любое творчество, любое увлечение, если ты этому отдаешь сердце, душу, то оно становится частью тебя и частью твоей жизни. Да, без этого не обойтись. И я вот сегодня принес вам показать просто несколько, две своих работы. Это они в разных вариантах исполнены. То есть это беленькая, это непокрашенный, то есть это вот фигурка, которая пришла из тиража. Таких фигурок у меня 12, еще порядка 60 фигурок таких же продавались в Соединенных Штатах Америки и в Европе. Вот. А вот в таком виде лошадь предстает, когда, модель лошади предстает, когда ее расписывает художник. То есть вот мне, я сделал заказ, мне отправил эту фигурку, мне вот ее расписали. Это фигуры, это портретные фигуры, фигуры реально существующих коней. То есть я прям изучал... По памяти, лярки сочетки. Нет, это конкретная порода лошадей. Та была, боюсь, беспородная. Это порода лошадей, одна из самых древних, наверное, даже самая древняя в мире. Это халтикинские кони. Не, очень круто сделано, если честно. А сколько времени уходит, вот, например, на одну... Поначалу уходило очень долго. У меня одна есть большая скульптура, тоже Тахтамыш, кстати. Я его делал. Он примерно вот такого размера, то есть там полубюс такой получился. Я его делал почти полтора года. Я до армии видел вас на ТНТ. Скучаете по этой работе или как вообще? Ну да, в 2013 году я немного сменил профиль деятельности своей основной. По телевидению скучаю, да. Потому что это мое. Это то, чему я посвятил 14 лет своей жизни. Я работал на телевидении 14 лет. Могли бы вы нам рассказать смешные истории, которые происходили с вами в прямом эфире, в телевидении? Как правило, это вещи-правда, Маш, проходившие именно в прямом эфире, когда ты читаешь подводку в студии к очередной новости, вдруг неожиданно в студию, где ты сидишь, читаешь текст, читаешь здесь и сейчас. Входит случайно молодой человек, монтажер, который, видимо, просто забыл о том, что эфир идет, начинает у тебя что-то спрашивать, а ты ему сказать не можешь об этом, потому что ты читаешь подводку. Кому-то это может показаться на самом деле не смешным, но вот если в контексте конкретной ситуации рассматривать, то, конечно, ты можешь с большим трудом сдерживать улыбку на лице в этот момент, потому что хочется одновременно и плакать, и смеяться, потому что это все так забавно выглядит. Это вот именно то, что касается прямых эфиров. А на самом деле во время подготовки сюжетов случались проблемы большие. Мы однажды губернатора, на тот момент губернатором области был Дмитрий Федорович Аяцков, мы его случайно назвали в титрах летчиком-космонавтом. И получилось так, что мы уже сидели дома. У нас такая специфика была, значит, у нас был прямой эфир, который записывался, и потом эту программу мы повторяли спустя время. И когда я вечером пришел ужинать, включил телевизор, смотрю свои новости, этот сюжет идет, и я обращаю внимание на титр, я еще больше начинаю сидеть, естественно, не до ужина, быстрее мы созваниваемся с человеком, который монтировал вместе с нами сюжет. Мы опять собираемся, все переделываем, переписываем программу целиком, это опять же время, мы голодные, но мы прекрасно понимаем, что если мы этого сейчас не сделаем, то... Хотя, конечно, что там греха таить, уже дело сделано, народ уже видел, что он летчик-испытатель, а не летчик-космонавт, а не губернатор Саратовской области. И такие вещи, конечно, происходили нечасто, но они были, и они запоминаются. Углубляться в эту тему не буду, потому что истории будут касаться моих друзей, моих коллег, хороших очень. Бывало, конечно, да, но были истории, которые, ну, просто, вот, вы знаете, это настолько, это до сих пор, мы когда собираемся вместе, начинаем это все дело вспоминать, то есть это настолько круто, живо, это настолько весело и, знаете, эмоционально чисто, что со временем просто эти эмоции никуда не уходят. Это потрясающая история, вот, что касается прямых эфиров, конечно. На самом деле, ТВ-экспресс, я безмерно благодарен, потому что это такая организация, которая для меня вот стала такой семьей, которая меня очень многому научила и в профессиональном, и в личном смысле. И я очень благодарен всем людям, которые там работали со мной вместе рядом, я всех помню, всех очень ценю и очень люблю. Я хочу передать большой привет всем людям, которые, с которыми я работал, всем людям, которые знают, знают, чем мы занимались в те годы, знают меня, и я хочу каждому пожелать самого главного здоровья, любви и благополучия. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!